Расскажу про мой первый трип, который произошел 3 сентября. Мои трипы, которые случились с первого трипа, я считаю, что судя по описанию всех людей, они у меня были просто идеальны. Потому что у меня не было бэттрипа. То, что люди описывают бэттрип, это зачастую ужас. Попадание в колесо времени и так далее. У меня не было никакого колеса времени. Я сразу это распознал. Я видел, что это был ум, который не мог начаться. Он начинался и зацикливался. Он только пытался начаться и тут же заканчивался. Он не мог начаться. И люди это воспринимают как бэттрип, как что-то негативное, потому что они проживают эту жизнь за короткий промежуток. Как они проживают. Это ужас, который в их голове сформировался. А у меня это было как обрыв кассетной пленки старой катушки. Вот эти 90-80-е годы. Когда она такая пью, пью, пью. То есть ум не мог начаться. Потом я распознал его. Вообще увидел капитально, что он это делает только когда ты глаза закрываешь. Но это может быть потом, когда я уже распознал. А поначалу он был как просто хотел начаться. У хотел начать контролировать тебя. Но он не мог начать. Потому что он был зациклен под воздействием этого мустимола. И не мог начаться. Вот. Когда... Там, кстати, во время вот этого бэттрипа, да, открывается... То есть это как портал. Вообще мухомор, мустимол. Ну, это действие портала. И открывается возможность видеть все. Видеть без штор, без ширм, да. Видеть без шор. Этот мир. Этот мир наш, это полная... Ну, не то чтобы иллюзия. Она и иллюзия, и не иллюзия. И реальность, и нереальность. То есть реальность в нереальности. Потому что ты здесь есть, это тоже реально. И то, что ты здесь есть, это тоже нереально. Да. Почему бы мне это не записать? Ну, ладно, запишу. Почему нет? И... Самое, что интересное, вот этот бэттрип... У меня он был просто охрененный. Охрененный в плане чего... Открывается сразу вот этот портал. Ну, не портал, а тебе просто шоры спадают. Ум! Не может начаться. И ты начинаешь видеть. И ты видишь то, что я в детстве видел. Когда у меня сущности удаляли. У тебя... Его называют информационным полем Земли. И ты начинаешь видеть всё. Всё видишь. Ты реально видишь всё. Тебе стоит только задать вопрос, и будет ответ. Только вот в этот момент не хочется задавать вопросы какие-то левые. Там ты в основном задаёшь вопросы про себя. Ну, по крайней мере, я, да? То есть... Мироздание, там, ещё что-то. Ну, то есть... Вопрос, который... Тебя интересует в этот момент. Там... Об инопланетяне хочу к этой хрени. Это всё херен. Она вообще нахер не нужна. Это не важно. Важно только то, что здесь, сейчас, и что с тобой происходит. И самое, что интересно, когда... Когда у тебя вот начинается вот этот бэттрип... Для меня он не был неприятным. И неприятным, и неприятным... Это просто было. Просто есть. Это всё равно, что вот... Ты есть, и... Ну, ты есть. Чё теперь? Чё теперь приятно и неприятно, что ли? Ну, ты есть. И... Потом... Я, короче, заснул. Всё время, ну, под бэттрипом... Ну, периодически сон такой наступает. То есть, есть несколько фаз. Первая фаза, это тебя чуть-чуть начинает накрывать таким, да? Как... Я его... Его сравнивают как опьянение. Но... Оно не опьянение. Ни хрена не опьянение. Нифига. Потому что... В первом моём вот трипе, да? Ты начинаешь... То есть, тебе тяжело контролировать тело поначалу. А потом ты к этому привыкнешь уже со следующими трипами, да? То есть, твоё тело, оно... Вот, допустим, сравнить. Вот твоё тело. Вот твоё тело. Вот они. Пальцы, всё остальное. И ты ощущаешь вокруг своего тела оболочку. Это ты. А пальцы вот эти, и кости, это всё отдельно. А вот он ты. Ты ощущаешь себя больше, чем вот эти вот пальцы, да? И ты чувствуешь, что этот каркас, он не твой. То есть, это как костюм. И этот костюм... И почему вот это состояние, как будто опьянение, да? Но оно не опьянение. Тяжело просто с непривычки управлять вот этим костюмом. Он не настоящий такой. То есть, это всё равно, что залезть... А, одеть на себя, точно. Одеть на себя толстенные перчатки. Вот такие толстенные. И попробуй, блин, телефон понажимай, кнопочки. Ты хер сможешь. Ты вот так вот будешь... Вот, поэтому поначалу кажется, что ты как пьяный. А тебя иногда заносит только потому, что тело уже от тебя отделилось. Ты уже отдельно от тела. И поэтому тебя иногда колышет, покачивает. Руки у тебя ничего не слушаются. Но это постепенно. Потом ты всё более-более контролируешь со следующими трипами. И... Вот первый трип, когда вот он начался, он длится несколько часов. Там ещё такой... Фаза такая недотрип. То есть, ты просто видишь, что ум так ещё это... Пытается зацепиться. И тебе всё время в этот недотрип и... Трип тебе всё... Ну, не... Блядь. Сейчас фазы расскажу. То есть, первая фаза где-то час начинает действовать. Через час. Тебя просто... Вот это лёгкое опьянение, да? Но это не опьянение. Потому что ты абсолютно всё соображаешь. Ты настолько сконцентрирован. Просто твоё тело перестаёт тебе немножко слушаться. А пьяный, он как дебилой. Тоже перестаёт слушаться тело. Но башка нихера не соображает. Он просто дебилом становится. Вот. Тут ты очень сильно сконцентрирован. Там гиперконцентрация. Единственное, управлять тяжёлым телом становится чуть-чуть сложнее. То есть, я расскажу фазы. Вот эта первая фаза, это когда чуть-чуть началось. Следующая фаза, я бы её назвал, люди тоже так называют, недотрип. То есть, это начальное такое что-то. То, что как бы возникает. Ум начинает, так это, тебя подглючивать. Вот. Ум начинает тебя... Ну, короче, ум пытается начаться. И его уже начинает подглючивать. Потому что действие мустимола уже заходит на определённую фазу. И он уже не может пиздеть. То есть, он уже начинает... Его начинает бросать. Вот людей бросает его в дежавю. В кошмары, в ужасы. Это вот как раз такие действия мустимола. А я просто видел, как ум пытается начаться. И не может начаться. Его ебёт мухомор. Второе, это... Ой, вторая, третья фаза, это bad trip. Плохой trip его называют. У людей это... Почему он плохой trip? Потому что тебя херачит... У кого-то ужас, у кого-то получается ад. То есть, почему папа римский сказал, ада нет. Потому что его нет. Ад в твоём голове. И он у тебя возникнет, когда ты будешь умирать. Или когда ты попробуешь растение учителя. И только в этот момент ты сможешь увидеть ад. Вот. Потом начинается trip. Самое интенсивное, самое... А, ну вот, кстати, bad trip. Это ещё... В этот момент у тебя открывается вот это пространство, когда у тебя поступает гигантское количество информации. Просто гигантское. Любой вопрос, который не задай, у тебя будет ответ. И следующая фаза. И в эти... Между этими фазами ты всё время спишь. Спать ложишься. Тебё всё время то, коли клонит сон, то ещё что-то между фазами вот эти. И следующая, самая интенсивная фаза. Она у меня 4 часа длилась. Это... Trip. Trip. Вот. И trip это фаза, когда ты ощущаешь, что ты хочешь, не хочешь, а ты сейчас умрёшь. Ты прямо ощущаешь, что сейчас наступит смерть. И я уже знал, что это такое. Потому что у меня это ощущение было. Не ещё через год после инсульта. Даже меньше, чем через год. Получается, полтора год назад, да? У меня это ощущение было. И я испугался. Я нажрался таблеток от давления. И у меня это, как бы, это... Отпустило. Вот. А я потом узнал, что это был один из элементов просветления, да? И, короче, когда начался фаза трипа, она у меня 4 часа длилась. Я проснулся. Я чувствую, что я уже другой. Тело уже отдельно. Оно уже всё полностью отдельно. Ты чувствуешь, что оно уже всё. Это не твоё. Это не ты уже. Ты. Тело твоё уже не ты. Это просто костюм, который ты напялил. И ты идёшь, короче... Я пошёл. Мне захотелось пойти на травку. Ну, трава. У меня как... В этом... Во дворе, да? И мне захотелось туда пойти. Я туда пошёл. И я чувствую, что я сейчас умру. И у меня прям позыв такой пошёл. Я вышел и лёг на траву. Нет, я не лёг. Я ещё стоял, да? А, я не... И не то. Я стоял. Я начал раскручивать ум. Я вижу, что вот этот ум пытается начаться. И вот так... Я начал его усиливать и раскручивать. Я его раскручивал. И усиливалась, усиливалась, усиливалась вот этот. И раскрутил его до того, пока он не слился в полосу. Сплошную такой... Я его усилил. Он превратился в полосу. И в этот момент такой И все пропало И ты умер Реально смерть Но это была смерть эго Раз умираешь И ты Я уже когда к умиранию шел Я лег на землю Я ощущал прям когда умру Лег, умер, все потухло И ты Оказываешься в точке Ты это точно знаешь Ты оказываешься в точке Своего рождения в этой вселенной Это просто охеренно Ты оказываешься У тебя нету ни слов У тебя нету ни мыслей, у тебя ничего нету Ты просто оказался Как вот показывают Допустим Рождение там вселенной Или бога или еще что то Ты оказался в точке И ты не знаешь что делать Ты такой раз оказался Просто оказался Не зная ничего Не видя ничего Ты просто оказался И ты такой раз такой Я вот лежал на земле Я такой раз Я просто почувствовал Что я лежу Ну что это низ Я такой раз Я такой раз встал И почувствовал вверх Потом меня качнуло влево Качнуло вправо Я почувствовал Право и лево Я такой как будто в пространстве Раз сформировался Я такой опа Смотрю наверх Я есть все Я и есть это все Просто наверх Посмотрел И потом такое Четкое ощущение Захотелось Отлечь Я лег И Прям вот у меня Прям захотелось Так инстинктивно Да Я начал Как будто плыть Как вот плыть По лягушаче Да Я лег И на земле поплыл Доча Доча за этим наблюдала Стояла где-то там В стороне Она пришла С этих С города приехала Да И застала Как раз Мне в этом моменте И почему я плыл У меня было прям такое Интуитивное Плыть через пространство А на самом деле У меня начали Мелькать Жизни Вот эти Множество Множество Жизни Которые я уже прожил И они мелькали 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 И их там Миллионы Просто миллионы Кошмар какой Ну Что у меня тогда возникло Да И вот они Мелькали Мелькали Может больше Мелькали Я вот плыл Я как разгребал Такое Ну вот было так Интуитивное Такое ощущение Что надо грести Как будто пространство Это разгребаешь И вот я плыву 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 Что-то мелькнуло Там какие-то Динозавры Какая-то хрень Опять плыву Плыву И потом раз Ощущаю Что я приплыл В свою точку В точку Своего Нынешнего состояния И Я в этой точке Оказываюсь Встаю Встаю такой Ты знаешь абсолютно Все Абсолютно Все У тебя Нету закрытых тем Нету тем Которые ты не знаешь Вот И в этот момент Я ощутил Когда вот я ощутил себя Что я здесь И уже есть В своей вот этой Нынешнем рождении Да И меня Обдало Обдало Такой Неимоверной Любовью Такое у меня было Уже два раза Без мухоморов Да Первый раз Это После инсульта Три года назад Ой За три месяца До После инсульта И потом Было Когда Полтора года назад Сейчас Да Это когда Я ощущал Что умираю Вот эта Неимоверная Любовь В этот момент Ты любишь абсолютно все И вот именно тогда В сорок лет Я понял Что Никогда Никого не любил Потому что И я вижу Что люди Никого не любят Вот они говорят Я люблю Да ни хера ты никого не любишь Даже детей своих Никто не любит Вот это материнская Любовь Да с хера ли Любовь Это материнская Если ты Любишь Вот только своих детей А других не любишь Это не любовь Любовь Она Она такая Бескомпромиссная То есть Она или есть Или ее нет И Когда ты Бескомпромиссная Вот такая вот Любовь Ты любишь Абсолютно все Ты любишь все Пространство Ты любишь деревья Любишь Всех абсолютно людей Тебя Если бы люди Вот так вот Друг друга любили Это просто Рай в рае был бы Вообще капец Вот И Вот это чувство Возникло Любви гигантская И ты Короче Просто купаешься В этой любви И Первое Что я хотел сделать Я хотел позвонить Сестре Я не смог Позвонить Я взял телефон А пальцы Как будто Толстые То есть Они вот такие Вот Ты чувствуешь Что тело Где-то вот там Каркас Вот этот И вот такие вот Пальцы И все тело Но ты больше Чем эти пальцы Чем Это тело И ты не можешь Телефон держишь Как вот Курица Лапы И ты не можешь Ни хрена Набрать И В таком же страхе Вообще Капец Там что можно Не только Галоши целовать Можно все целовать Потому что ты любишь Все До молекулы Даже Колесо машины Ты любишь Ты любишь все И вот И Я потом Пошел Гулять А гулять Пошел Ну у меня Как зона отдыха Такая Газончик Там да Гамак Я пошел туда И Я четко Понял Что Есть Такая Связь Между людьми Которые Ну человек Который Просветлен Он может Связаться Абсолютно С любым Человеком И Я даже Знаю Как эта Связь Делается Она как Когда она Начинается Она Как Когда ты Замерзаешь И получается Такая Изморость Такая Внутренняя Такая Как Озноб И Вот Так Вот Связь Образуется И Когда Связь Наладилась Она Этот Озноб Заканчивается То есть Этот Озноб Только Тогда Когда Ты Связаться Еще Не Можешь А Когда Связался Он Заканчивается И Самое Что Интересное Мне Мне Показали Вначале Я Подумал Что Я Всех Пробуждаю То есть Определенное Количество Людей Да Шесть Человек Я Начал Налево Направо Пробуждать И Я Точно Знал Кто Из Этих Людей Из Этого Круга Могут Выйти В Этой Жизни То То Есть Они Будут Пробуждены Но Просветление Придет В конце Физической Смерти Потому Что Каждый Не может Пройти Просветление В Этой Жизни То есть Это Высший Пилотаж Пройти Просветление В этой Жизни Это Высший Пилотаж Но И Просветление В конце Смерти Тела Это Тоже Немало Как Глядится Не Тоже Не Детский Пилотаж Это Тоже Высоко И И в этой жизни тогда надо пробудиться хотя бы. И самое, что интересное, мне показали прям очередность людей, которых можно пробудить. И я как бы их начал пробуждать. Ну, то есть под бустимолом ты ощущаешь вот это все как реальность. На самом деле тебе показывают то, что ты можешь сделать. То, что тебе как бы может быть или подвластно, или что-то такое. Я вначале потом, после этого трипа, я думал, что мне показывали мои желания. На самом деле это были не желания, потом я это расшифровывал, да. Потому что тебе такой поток информации дает, что ты его расшифровываешь. Потом хер знает сколько времени. Даже говорят, что всю жизнь можешь расшифровывать. Тебе просто идет информация, идет, идет. И я думал, что я их прям тут же пробуждаю. Я точно знал, кого можно пробуждать, кого нельзя. Мои знакомые, кого там какие-то, да. Что этих нельзя, им еще рано. Кого-то можно прям вот полнейшая, полнейшая, стопроцентная уверенность в твоих действиях, да. Вот. И длилась у меня вот это 4 часа. 4 часа. Доча напугалась так, что... А! И... Ей казалось, дочери, что я с кем-то разговариваю. Как по телефону, да. На самом деле, потом я уже понял, с кем я разговариваю. То есть, в определенный момент, когда вот этот трип начинается, когда твое эго умирает, ты подключаешься сверху. То есть, вот туда. Вот туда, вот туда. Вот. Вот смотри. Вот берешь вот так вот и вот туда. То есть, оттуда вот тебя подключают. И ты разговариваешь как с самим собой. Но потом ты понимаешь уже не в этом трипе, а в следующем, да, что с кем ты разговариваешь. Кто с тобой разговаривает. Это, конечно, просто бомбически. А что сделала доча? То есть, она напугалась настолько, что она позвонила маме своей. Та сказала, вызывай скорую. Ну, что можешь сказать человеку, у которого панические атаки? Конечно, скорую вызывать. Сморшествие. Вот. Та вызвала скорую. Это уже было 2 часа трипа где-то. 2, третий час трипа, наверное. И 2-3 часа где-то. И самое, что интересное, я потом слышал какие-то голоса. Я потом пошел проверить. Но до того, как я услышал голоса, я решил сварить кофе. А, я еще ходил на улицу. Да. Я сходил, прогулялся до пруда. В сланцах, ну, тепло было. И температура ощущается, когда ты в трипе. У тебя температура все время такая комфортная. То есть, у меня это 22-23 градуса. Для меня это вообще комфортно. Офигенный. И вот. И у тебя такое же ощущение в трипе. То есть, тебе всегда комфортная температура. И я сходил, прогулялся там. Ходил, беседовал. Как будто бы с собой, да. И самое, что интересное, когда я вернулся, я решил сварить кофе. Попробовать. И пальцы тебя не слушаются. И ты так, этот, крутилку на плите крутишь. Я засыпал кофе кое-как, блин, ложечку кофе. Зерновое. И поставил ее в сотейнике варить. И я стою, варю. И жду, когда он закипит. Она закипает буквально минуту за три. За четыре. И вот я стою вот так вот. И смотрю, как кофе закипает. Стою, смотрю. А слышу голоса какие-то. А это, оказывается, скорая приехала. И это они стоят. И через окно меня смотрят. А потом мне сказала дочь, что они посмотрели на меня. У меня потолки низкие. Что я под два метра ростом. Под 180 килограмм веса. Вот. И стою, втыкаюсь. А я стоял, кофе варил. Я слышу голоса. Короче, одел сланцы, пошел. Проверять. Смотрю, там уже это. Машинка эта отъезжает. Сразу скоро отъезжает. Вот. И скорая уехала. Потом дочь рассказала, что они уехали и полицию ждали. Ждали полицию, чтобы... Ну, то есть они не испугались. Моих размеров, двухметровых. Ну, вот. И стали полицию там ждать. Около магазина. Ну, это, короче, 100 метров там с чем-то от меня. И я пошел дальше кофе варить. Но если бы... Если бы врачи зашли, я бы их любил. Ну, никакой гомосятина нету. Просто неимоверная любовь ко всему живому. Ко всему живому, мертвому, ко всему. Ты все любишь. И... Там невозможно причинить вред человеку. Ну, по крайней мере, в моем состоянии. Не то, что человеку. Ты ничему не можешь причинить вред. Потому что, когда я кофе сварил, например, да, я чувствую, что мне не горячо. И я вот этот кипяток могу просто так залить. Но я чувствую, что телу должно быть комфортно. Я аккуратненько пил вот этот кофе. Я чувствую, что мне не горячо. Но я специально вот так вот делал, чтобы не обжечь тело. я о нем заботился. Я очень о нем заботился. Вот. И... Ну, дочь уехала вместе со скорой. Я дальше продолжал свои беседы. А ты беседуешь, на самом деле, с Богом уже. То есть, тебя подключают. И ты... Вначале я вообще не понял, что это было. То есть, как будто ты с собой, сам с собой разговариваешь. Как двойной диалог получается, да. Я потом уже это расшифровал, потому что знающие люди рассказали, что это такое. Связь с верхом. И, короче, вот это был... Вот это было 4 часа трипа вот этого самого такого интенсивного, самый, как говорится, смак, да. И самое интересное, что... А, я пытался сестре позвонить еще во время трипа. А, и позвонил жене, бывшей. Вот. Ну, короче, люди, на самом деле, все зашоренные. Капец. Просто зашоренные. И ты видишь, какие они зашоренные. И... Когда ты... А, когда трип у меня вот еще шел, да. И я все равно, вот, потому что многие энергии тратятся за это время. То есть, время иногда подклановый так, сон, да. Но я чувствую, что мое внутреннее состояние спать не хочет. Но я чувствую, что устало тело. И я настолько благодушен к нему был. И мне вот так было... Ну, то есть, я обо нем заботился. Я такой, я такой, пойду, тело уложу. Пошел тело уложить. Уложил его. И поспал буквально две-три минуты. Просто так, киморнул. Такой раз, такой голову поднял. И я чувствую, что у меня вот это состояние просветления, да, которое я тогда вот четыре часа ощущал, оно такое, раз, такое, немножко помутнело. Такой не помутнело, а как будто подрастворилось. То есть, оно стало менее явным таким. Я попробовал связь установить. Вот эту дистанционную, которая вот она есть, да. Я такой, такой напрягся такой. И она такая, кое-как, кое-как. Я чувствую, что вот это вот все тоньше и тоньше вот эта вот связь, не связь, а вот это вот просветление, оно все тоньше становится. И ты такой думаешь, ну что, не получилось? расстроился, потому что оно все тоньше и тоньше становилось со временем. И потом смотришь, ты уже там это по-другому ощущения всем. То есть, они не такие явные уже. Потом уже раз вот этот всезнание, поток заканчивается. Ты такой, ну елы-палы, так расстроился немножко. Но впечатление о том, что вот это произошло, это все, это, конечно, полный пипец. это просто атомный взрыв в твоей голове. Потому что это уже не ты. И тебя уже больше никогда не будет. Это просто невозможно быть тем, после того, что ты увидел. после того, как вот люди умирают, и мой знакомый, мой одноклассник, да, он два раза умирал под всякими наркотическими средствами. Но он умирал как? Он умирал, он просто уходил из тела. и он видел, как врачи там откачивают и так далее. Его два раза откачали. И ну это не то. Но он уже при, даже при этих эффектах, он уже понимает, что там дальше что-то есть. Что смерть не последняя инстанция, да, смерть тела. А тут ты видишь смерть эго, и ты все это видишь, и ты видишь круг сансары, и ты видишь эти бесконечные жизни, которые прошли. И ты такой ваху, и такой ебаный в рот. Ну ебаный в рот, у тебя просто нету, у тебя нету просто слов, чтобы это описать. Ну, то, что с тобой происходило. Я, конечно, это описываю, да, но то, что с тобой было, это полный пиздец. И так вот практически все люди. У меня, повторяю, у меня просто был идеальный опыт на самом деле первого трипа, да, то есть я посмотрел потом видосы, какие ужасы люди некоторые видят, да, которые нихрена не помнят, еще что-то. Вот. Потом начинается отходняк. Ты начинаешь больше спать, и тебя так подколбашивает. тело начинается как сокращение, когда, допустим, сон начинается, и у тебя так самопроизвольно, там, руки подергиваются, там, тело, вот такие вот сокращения начинаются. Вот. Это вот какой-то определенный период вот этого отхода, да, от мустимола. Запомните, короче, промывание ничего ни хрена не поможет. То есть, мустимол, он сразу проникает, как вот наши ученые говорят, да, то есть, он сразу замещает молекулу. Ну, то есть, молекула, короче, молекула мустимола сразу везде проникает, и промывание ничего не поможет, это бесполезно. То есть, нужно просто подождать, когда человека закончится действие мустимола. Вот. И ты, конечно, как вот в космосе побывал, или как вот взрыв в твоей голове, да, и самое, что интересное, это незабываемое, ты больше никогда это не забудешь, и твоя жизнь, если ты решил меняться, она просто сто процентов изменится. Ее невозможно не изменить. Ты сразу становишься другим человеком, и ты уже никогда не станешь, никогда. Если ты снова не заснешь, потому что говорят, что люди засыпают, снова засыпают, уходят в этот сон, в эту иллюзию, бесконечное это говнище, и все, и уходят туда, и забываются, и забывается весь этот опыт. Опыт, конечно, феноменальный, но не знаю, чем с чем он сравнивает, не с чем его сравнить, это надо умереть, и тогда сравнишь. Вот, кто говорит, что это, блин, наркоман, еще что-то, вы просто черти, вы тупорылые черти. Особенно, мне нравится, когда об этом говорят алкоголики. я же, говорит, не наркоман, ты алкоголик, вонючий, ты стопроцентный наркоман. Мустимол не вызывает привыкания вообще ничего, хоть обожрись его. Вот, привыкание может только состояние, но состояние, блин, кто-то пердеть любит, кто-то рыгать любит, это тоже состояние. Кто-то любит ссать, тоже, наверное, состояние. Кто-то любит спать, тоже состояние. Кто-то жрать любит, это тоже может быть состояние, наслаждаться вкусом. Так что, состояние нас просто вокруг всего, всех нас поэтому это тоже может быть состоянием получения опыта, даже желание учиться, это тоже состояние все состоит из состояния все состоит из наших эмоций вот поэтому ничего там плохого нету, получайте эмоции, получайте свои состояния если ты конечно не нарколыга нарколыга, ну по херу тоже получает состояние это его выбор мухомор это не наркотик, забудьте об этом, черти тупорылые изучите материал, блин читайте матчасть идиоты вот это мой первый опыт с мухомором я тогда хренанул много 30 грамм что ли но я его постепенно выпивал в течение нескольких двух-трех часов я его в кефирчике разбадил разбадяжил вот первый, самый первый опыт просто идеальный я бы сказал и да первый раз все опытные люди говорят что первый раз с тобой происходит ознакомление с тобой знакомиться знакомиться как с тобой работать поэтому ничего не понятно и подключение иногда не бывает сверху поэтому с тобой знакомиться проверяет кто ты есть говно или не говно тварь ты дрожащая или нет не знаю откуда я это все взял кири какая-то ну короче проверяет на твою говнястость дрючить тебя по полной программе или еще что-то не знаю короче вот это первый опыт так что потом расскажу про второй второй третий и четвертый может быть больше уже к этому моменту решил записать потому что я решил как бы видео дневник сделать и я его опубликую и пусть оно лежит где-нибудь там в просторах сети наверное так все пока пока